И в конечном итоге это неплохо поможет, например, людям, которые организовывают какой-то совместный отпуск, например, группа друзей едут туда-то, биткоин позволяет им, во-первых, уменьшить затраты на переводы средств, плюс в некоторых странах уже довольно активно поддерживаются оплаты с помощью биткоинов, и с помощью этого мы получим довольно неплохой инструмент для общего управления средствами пользователей довольно легко и быстро. То есть на базе соцсети бота создаем? Да, создаем бота, который делает... Козвание есть. Пусть будет CoinDrive. Как? CoinDrive пишет? CoinDrive. Да. Кто вам нужен? У вас команда такая, что вам не понравится. Вообще, в дизайне, вы только маркетологи, бизнесменные деньги. Да. Нет, нам нужен Python-разработчик, PHP или Python. То есть это те языки, которые поддерживают те API, которые мы планировали использовать, которые помогут нам быстро синтегрироваться между Telegram и Bitcoin. То есть это более рабочая модель, да, с фототипом уже показывают института. Я очень хочу. Все, спасибо. Удачи, желаю. А, еще да, если у нас посадили близкие проекты, потом мы пришли готовить вместе, чтобы мы пообщались. Понял. То есть, в принципе, в начале проекта был антикоррептивный старт плюс ЧУ. Отделен этот проект. Ну, пока отдельно, но потом что объединимся, потому что мы сейчас еще решаем. Собственно, как бы, в чем смысл, как бы, это уже существующий проект, в котором хотелось бы добавить немного обвищи, в том числе, вот, что инфаргу ее, по сути, такое совместное, совместные финансы. То есть, как бы, сейчас то, что проект, антикоррептивный старт, он, фактически, как для ее финансовой затраты на ремонт, строение, как бы, домов и так далее. То есть, что, собственно, мы хотели бы добавить сюда? Возможность реприативного получения информации. Поэтому, как бы, хотел бы общаться с Питером Глушкин по поводу того, чтобы, возможно, как бы, это приводить в Open Data, то есть, в честь, по городскому бюджету. Ну, соответственно, даже сюда еще, возможно, проект, включим, как-то, совместное, что такое, совместное кредитование, то есть, когда люди, ну, жители дома смогут совместно финансировать какие-то, ремонт каких-то частей дома. Вот, поэтому, как бы, тут пересечение со своим словом, как бы, возможно, мы что-то будем делать вместе, как бы, то есть, еще надо посредить с мекторами, будем делать как один, как один, и знаем. То есть, можно специалисты по финансовым FI, то есть, которые, как так и можно было подключить, как бы, людей, к, ну, совместному шоку, вот такое. Ну, бэкгенты-разработчики, так же, просто, как бы, конкретно, как бы, я не знаю, ну, есть, тоже, наверное, FI, там, PHI, скорее всего. Вот, ну, финансы-консультанты, вот, как бы, ну, сейчас глава вот этого проекта, она сейчас болеет, вот, она, в коньгенте, возможно, выйдет. Ну, не знаю, специалисты по волонтерам, я не знаю, как бы, вот, в одном месте, что-то такое. Или просто волонтеры. Окей. Так, кто следующий? Так, пока выходит следующая команда. У всех есть друзья-программисты. Смотрите, у нас это начинает уже, я думаю, не хватает бэкэнда. Так что, можете звонить друзьям, и кто хочет поучаствовать в этих проектах, даже другие команды, перекидывайте контакты, может, кто-то дома там в Мариуполе сейчас что-нибудь находит. То есть, это нормальная практика. Давайте, следующая команда, не тяните руку, идите, берите микрофон. А, ну.